Привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна. И сейчас я проживаю в Санкт-Петербурге, в России, со своим супругом Галидом и маленькой дочкой Эмили. Мы сегодня с Эмилюшей едем в кое-какое красивое место и берем вас с собой. Помните, я купила сережки в Индии? Вот, ношу. Ждем джентльмена с помощью. Эмилюша совсем не нравится, когда тот другой трогает ее коляску, но что поделать, такие правила. Это мой любимый театр в Санкт-Петербурге. Мы с Оксаной несколько лет назад посмотрели абсолютно все спектакли. Сегодня мы встретились с моей подружкой Викой, которая недавно вышла замуж. И она очень любит различные кофейни и вводит меня во ним постоянно. Обычно я пью просто капучино-лилате, но сегодня пробуем что-то новенькое. Вот кофе и чизкейк. В основном во всех заведениях, куда мы ходим, всегда свежая выпечка. И мне этого, именно свежести, не хватает в Мумбаи. Помимо выпечки здесь есть и обычная еда, но сегодня мы были не голодные, поэтому и чизкейк ели один на двоих. Место приятное мне понравилось. А вот и моя Вика. Здесь даже есть уголочек для домашних животных. Все, идем гулять дальше. Питерские дворики, какая красота! И сейчас мы идем к любимому дому моей мамы. Мы словно в Лондоне. А это доходный дом цветочника Эйлерса. Здание было построено в 1913-14 годах для семьи купца Эйлера. И если бы мы с вами смогли попасть вовнутрь, то увидели бы потрясающий портал, барельефы цветов, букетов и, конечно же, сквозной проход до сквера. Таких потрясающих зданий в Санкт-Петербурге много, и я вам их все обязательно покажу. Вообще, конечно, центр Санкт-Петербурга очень красивый. Жить бы я тут не хотела, но гулять очень люблю. А Милюшка проснулась и требует сегодня мороженку. Я давно ей не покупала, решила взять. Женщина была очень милая, они даже с Милюшкой немножко подружились и поболтали. И пока мы шли к метро, мы увидели вот такую красоту, мимо которой не смогли пройти. Это Санкт-Петербург в миниатюре в Александровском парке. Все было очень красиво, посмотрите, как детально все сделано. Каждое здание просто потрясающей красоты. А это мой любимый Исаакиевский собор. Ну вот и все, мы уже возле станции Горьковская. А это наша станция метро Горьковская. Очень люблю в Петербурге то, что всегда, когда мы с Милюшей подходим к метро, здесь есть джентльмены, которые нам всегда помогают. Они мне помогают с коляской спуститься, подняться. Но видите, это здесь обязательное правило. То есть ты без него одна спуститься вниз в метро не можешь. Ну и плюс, если, например, вы поднимаетесь на станцию метро, где вам еще нужно будет тратить несколько ступенек вместе с коляской, то да, 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 это джентльмены едет вместе с вами. Либо передает информацию другому. И вас там встречают. В общем, это, конечно, максимально удобно. И так здорово, что есть такая возможность. Вообще, мне рассказали, что это правило ввели совсем недавно, может быть, там лет 7-8 назад. Вот, так что, как я и сказала, это обязательно. Если вы с коляской, либо с велосипедом, вам обязательно потребуется помощь. Даже когда мы с Калилем вдвоем, и с Амилюшей с коляской заходят в метро, нас все равно спрашивают, нужна ли нам помощь, помочь ли. В общем, это, как я и сказала, это очень здорово. И спасибо большое. Поехали. Был период в моей жизни, когда я обожала лилии, пока у меня не началась на них аллергия. Ну вот и все, друзья, мы уже дома. А теперь посмотрим, чем занимается мой муж на Шри-Ланке. Халид в восторге просыпаться с таким чудесным видом. Но вид и правда шикарный. Попросила Халиды снять видео, как выглядят деньги. Красивые, правда? Отправился работать. Многие, кстати, не поняли, чем конкретно занимается Халид. Он работает специалистом по развитию бизнеса. Это значит, что у компании есть их дело, и Халид занимается тем, что его приумножает, развивает в других странах, регионах и так далее. Удивительно, как это место похоже на Мумбай, только меньше людей и чуть чище, правда? Ну вот, Халид закончил свою работу и отправился немножко прогуляться по округе и забрёт в какой-то интересный магазин продуктовый. Здесь, так же, как и везде, есть абсолютно все. Крупы различные, сахар, макароны, да все, что угодно. Все цены можно смело делить на 4, и так вы поймёте, сколько это стоит в рублях. Ну, кстати, товары некоторые точно такие же, как в Мумбаи. Так, так же, как и в Мумбай. Вечером Халид решил пойти поужинать. Вечером Халид решил пойти поужинать. И, конечно, снова показать мне немножко города. Мне, конечно, очень нравится. Выглядит спокойно и интересно. Единственное, что Халиду сложно здесь найти еду, которая ему понравится, поэтому он опять поужинал немножко в Макдональдсе и отправился в кофейню попить немножко кокосовой воды. Здесь он показывает нам сладости, которые продаются, но не стал ничего брать, потому что... Ну, потому что хватило Макдональдса. А вот кокосовая вода ему очень понравилась. Ну, вот и все. Халид вернулся к себе в номер. Баю, бабушки, бою. Вот так вот. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, комментировать и ставить лайки. И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok